Всем здарова, с вами Нок и это новости ДНБ Инфо. Прежде чем начать, хочу сказать большое спасибо за просмотры, лайки и репосты предыдущего видео. Это было так неожиданно и приятно, что я чуть не расплакался. Ладно, ближе к делу. Сегодня я вам расскажу аж о двух альбомах Current Value, дебютном лонгплее Face, а также о других интересных анонсах. Погнали! В конце мая на Metalheads со своей четырехтрековой епишкой вернулся подающий надежды Бельгии Its Face. Urban Angel – первый в этом году мини-альбом парня и, возможно, самый сильный и самый разнообразный на сегодняшний день. Это новая глава в его творческом пути. Несмотря на то, что путь этот начался еще в 2014 году, по-настоящему артист раскрылся только в 2016, когда совместно с Вильям выпустил на лейбле Голди довольно интересный тревелер ЕП. И вот, спустя три года экспериментов и усердной работы мы получили крутой Urban Angel, который делает нас на шаг ближе к долгожданному дебютному альбому Брэма. Его выход запланировал на 2020 год. Более точной даты пока нет, так как Голди дал парню полную свободу и не стал устанавливать жестких рамок. Ведь при работе над чем-то действительно значимым большую роль играет терпение. У грядущего альбома пока нет названия, но, по словам Face, большая часть материала для него уже готова. Парень хочет создать историю, в которой каждый трек это как часть пазла, который ты соберешь, только послушав все от начала до конца. Судя по всему, лонгплей выйдет разнообразным, так как Брэм вдохновлялся не только Drum'n'Bass, но и джазом, ближневосточными мотивами и много чем еще. Он обещает, что это будет смесь из множества элементов, которые при этом будут гармонично сочетаться. На словах звучит все ну очень интересно. Так что ждем подробностей и нового материала? Все вы в курсе, что Current Value дядька довольно плодовитый и может за месяц выпустить сразу несколько эпишек. Не всегда они бывают топовыми, но тем не менее, так пулять релизами могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так вот, на днях появилась инфа, что в октябре он выпустит аж два полноценных альбома. Один на Метлэп, а другой на Соуп и Дабп. Что особенно интересно, они будут сильно отличаться по звучанию. Пуэр представляет собой детскую тягу к исследованиям и площадку для выражения новых диких идей. То есть альбом будет идеально соответствовать тому звучанию, которое продюсер создал для Соуп и Дабп. В то время как Сенекс – это более серьезная пластинка, отражающая всю мудрость настоящего пионера жанра. Оба альбома будут как две разные половины одной сущности. Такой проект удалось воплотить в жизнь благодаря тому, что Тим любит эксперименты и не имеет привязки к какому-то конкретному направлению. Оба нынешних необходимо пристально изучать, так как каждый из них ставит разные задачи и требует индивидуального подхода. По словам ребят с Метлэп, такой коллаб – это на удивление естественный процесс. Первые релизы Карнта на Соуп и Дабп имели серьезный успех и получили положительные оценки от слушателей. Так что вопрос о продолжении выпуска чего-то подобного и дальше даже не стоял. Но все мы знаем, что продюсер также пишет и более тяжелые работы, которые больше подходят для аудитории Метлэп. Это подтолкнуло продюсера и менеджеров лейблов к мысли о том, что имеет смысл выразить обе стороны звукового характера Карнта Вэлью одновременно, а также показать, что импринты с разной звуковой и визуальной эстетикой все еще могут сотрудничать и создавать что-то уникальное. Пуэр и Сенекс выйдут где-то в октябре. Точных дат нам пока не сообщают, но если вы их по каким-то причинам смогли узнать, то пишите в комментариях. Кстати, 13 июня к обоим альбомам вышли сэмплеры, а VGR вы уже, возможно, успели заценить. А вот с In Depth немного сложнее. Его пока получили только подписчики и НРКО. Для всех остальных трек станет доступен 8 августа. А теперь коротким новостям. На днях Билл Эйн выложил второй тизер к своему грядущему Nomad's Revenge LP. Каким он будет по звучанию и когда выйдет, пока неизвестно. Но, возможно, это просто я глухой и слепой, так что если вы что-то знаете, то обязательно пишите в комментариях. В начале недели Драмсаунд и Беслайн Смит сообщили, что готовят к выходу трек под названием Last Forever. Вы могли его слышать в недавнем выпуске шоу Ренеля Вайс. По стилю напоминает последние работы King of the Rollers. Новость для ребят с Урала. Уже 28 июня в Екатеринбурге пройдет Урал Music Night, в рамках которой парни с Урал ДНБ комьюнити организуют мини-рейв с музыкой, которую мы все с вами так любим. Все на халяву, так что если будете рядом, то обязательно залетайте на набережную рабочей молодежи. Предположительно, 10 июля на Viper Recordings у Мёрдок выйдет новый сингл, записанный совместно с Джеймсом Марвелом. Уже 17 июня на Invasion Recordings выйдет мощный сингл от Dist Heart, пропитанный темной атмосферой и жесткими жеваными грувами. 1 июля на Life History выйдет классный летний сингл от Sonic Heart под названием New Orleans Freedom, который также в себя будет включать ремикс от Sinov. В ближайшее время ребята с RAM Records выпустят на лейбле работу от Voltage. Более подробная инфа должна появиться совсем скоро. Осенью на Cosmos Music выйдет Lost Classics LP от Electro Soul System, в который войдут ранние работы Андрея. Большая часть из них никогда не издавалась. Все треки, понятно, были переработаны и пересведены, чтобы соответствовать современным стандартам. Но до осени еще далеко, так что в течение лета ребята с лейбла выпустят несколько синглов, чтобы подогреть наш интерес. Первым таким синглом станет Think Twice, который выйдет 27 июня. В прошлом выпуске я говорил о том, что Эдит засветил свою новую работу, которая в ближайшее время выйдет на Сёгун Аудио. Так вот, оказалось, что нас ждет не просто сингл или эпишка, а полноценный альбом. Первую его часть мы увидим уже 28 июня. Этим летом на Нейропанк Records выйдет как минимум два мощных релиза. Первый — это совместная эпишка Чезера и Фэтлов, второй — сингл от Миза. И напоследок кое-что от Джо Форда. Совсем скоро у парня выйдет епишка Нейт Брейн. Один из вошедших в нее треков вы могли слышать в недавнем выпуске Нойзия Радио. А с новостями на сегодня все. Ставьте лайки, кидайте видео друзьям, подписывайтесь на канал, паблик ВК и на инстаграм, который я недавно завел. Там будут всякие интересные фоточки и анонсы. С вами был Нок, всем пока!